Плохая погода не помеха соревнованиям. Первый зимний чемпионат в Севастопольской Федерации стрельбы из лука решили провести в спортивном зале местного отделения ЦСКА. Турнир длился два дня. В субботу участие приняли более 50 человек. Задача – поразить мишень на дистанции 18 метров. Сегодняшние соревнования сложные, потому что они первые в сезоне в зале. Вот только ушли с улицы, стали готовиться к залу. И это самое главное соревнование в сезоне – чемпионат Севастополя. По нему будет сформирована сборная города Севастополя, и сборники будут в дальнейшем представлять город на всероссийских соревнованиях. До этого спортсмены оттачивали свои навыки на свежем воздухе, где одним из факторов, влияющих на результат, вполне могли стать погодные условия. Зал как раз это самое комфортное по части того, что мы не испытываем влияние погодных условий, как, например, на улице, когда у нас может быть дождь, ветер. Но в то же время тут свои есть особенности, потому что мишень тоже становится меньше. И в первую очередь, конечно, мы сами себе соперники. И это волнение, которое нам не всегда дает достичь тех же результатов, которые на тренировках мы показываем. Среди участников – как любители, так и настоящие профессионалы, которые в спорте не один год. По словам организаторов, около половины стрелков – новички, для которых это увлечение часто совмещается с работой и учебой. У нас такой вид спорта очень демократичный, поэтому тут даже начинающие спортсмены могут очень быстро достичь высоких результатов и бороться наравне с опытными спортсменами. Все зависит от желания, от тренировок и от думчивого подхода к тому, что ты делаешь. Поэтому это в основном даже любители, которые совмещаются с основным видом деятельности, с основной работой, но в то же время успешно выступают, становятся мастерами спорта. И в любом возрасте этого можно достичь. В чемпионате участвовали спортсмены из разных клубов Севастополя. Есть и студенты, которые занимаются на базе СевГУ. Занимаюсь год и два месяца, получается. Решил просто записаться в ВУЗе на физкультуру. Но были нормальные результаты поначалу, и там я попал в сборную, и там уже развивался с большим количеством тренировок. Достаточно релаксирующе после нескольких пар просто прийти и выкинуть все из головы, просто стрелять. Турнир начался с квалификационного раунда, на основании которого была сформирована рейтинговая таблица. После участники стреляли по парам, и в этой дуэли определялся сильнейший. На выбор два вида лука – классический или блочный. Обычный рекурсивный лук с прицелом, со стабилизаторами. Блочный лук имеет систему эксцентриков, блоков, и отличается от рекурсивного другой механикой выстрела. Честно говоря, оборудование стало сложнее закупать. Много оборудования было европейского, американского, но хватает достаточно и нашего, и китайского в основном. С развитием у нас за последние годы можно судить по количеству членов федерации. Еще совсем недавно, два года назад, это было порядка 30 человек, год назад было около 60, а сейчас уже около 120. Второй день соревнований – первенство Севастополя. В нем участвовали юноши и девушки. Спортсмены, которые войдут в сборную Севастополя, будут представлять наш город на всероссийских соревнованиях в Орле, которые пройдут уже в январе следующего года. Но перед этим в местной федерации стрельбы из лука собираются организовать еще один турнир.